Приговор по делу Грациотова вынесут 5 мая. Об этом стало известно на очередном заседании, на котором прошли судебные прения. Удалиться в совещательную комнату судья Виктор Иванов мог уже сегодня, но из-за отстранения двух коллег и дополнительной занятости вынесение решения перенесли. Напомню, судебный процесс над Вячеславом Грациотовым, защитившим себя и девушку от нападавших, длится уже более шести с половиной лет. По мнению обвинения, парень превысил самооборону, применив нож, в результате чего погиб один из нападавших. При этом с начала рассмотрения дела потерпевшая сторона увеличила обвинительный иск уже почти в три раза со 170 тысяч гривен до 430. Вообще у нас было запланировано сегодня уход в совещательную комнату, но вы, наверное, знаете о том, что у нас случилась неприятность. В Приморском суде еще два судей с уголовной коллегией выбыли из распределения дел и остановлены в настоящее время в своих полномочиях. Поэтому в связи с занятостью в других процессах суд не может себе позволить такого уйти в совещательную комнату сегодня. Поэтому последнее слово подсудимого, после которого суд убедится в совещательную комнату, планируется заранее, а именно на 5 мая на 13 часов. В течение 7 лет вся моя семья находится в таком состоянии, ну, грубо говоря, под давлением. Мне приходится ходить в суды все время какие-то... Даже не знаю, как это назвать. Угрозы, может быть, со второй стороны. В этот раз они мне выставили иск уже в 430 тысяч. Сумма постепенно растет. Я надеюсь, что после решения суда моя жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. На судебных прениях обвинители снова ссылались на факты, которые противоречат материалам дела, в частности, в использовании не того ножа, который прошел экспертизу, и в том, что Грациотов с девушкой еще до конфликта на Соборной площади якобы оскорбляли нападавших. Я, как показал свидетель Совков в судебном заседании, начало конфликта было положено в помещении кафе ТЦ Афинов, где сначала Грациотов, воюя и нажимы воюя, эмоционально отреагировали на поведение Тарчева, РА и Совко, которые в шутку садились друг другу на руки. А потом выходивший в туалет Тарчев, Роман, проходивший мимо столика, за которым сидели Грациотов и нажимов, услышал, как они оскорбительно высказывались в адрес его и Совко, обвинивых в нетрадиционной сексуальной ориентации. Во-первых, то, что Грациотова и нажимова якобы оскорбляли, задирались к Совко и Тарчеву в торговом центре Афины. Этого никогда не было. Во-вторых, то, что они полностью отрицают, что ребята-то были пьяные. По материалам дела они выпили бутылку водки и по бокалу пива каждый и просто пошли развлекаться.